Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Год без МВФ. Почему фонд снова отложил вопрос выделения денег Украине? План по валу. Нардеп Герасченко просит еще 4 миллиарда на евро стену. Полезные копаемые. Что ищут столичные прокуроры в филиалах Укргаздобычи? Гарантии без выплат. Вкладчики банка Михайловский снова вышли на улицы. Зависший транш в повестке дня Совета директоров МВФ нет пункта об оценке украинских реформ. А к слову, именно на это заседание Минфин возлагает все свои надежды. В календаре МВФ есть Барбадос, есть Иордания, Сербия и даже экваториальная Гвинея. С этими странами фонд готов рассмотреть возможность сотрудничества. Напомню, МВФ не впервые откладывает украинские вопросы. Киев должен был получить третий транш, а это миллиард семьсот тысяч долларов еще осенью минувшего года. Но каждый раз что-то мешало. То местные выборы, то политический кризис, то незавершенные реформы. Почему же отложили на этот раз? Давайте послушаем мнение политологов. Это решение МВФ показывает, что не все так хорошо. Международные финансовые институты сегодня не довольны ни темпом реформ, ни тем, как использовались предыдущие транши, не довольны выполнением договоров с МВФ. И поэтому они не собираются пока что финансировать Украину, которая в последний час перетворилась для МВФ в черную дирку для этих финансов. Это, на самом деле, для нас достаточно плохим сигналом. Ветерминивание не играет для Украины в плюс. И инвесторы сто раз подумают перед тем, как инвестировать в Украину, если они видят, что МВФ не дает нам никаких кредитов, никакой помощи. Непосредственно по транш МВФ подвязаны и кредиты Европейского Союза в Украине. Это миллиард двести евро. Внушительная сумма. И получение кредитной гарантии от США в размере один миллиард долларов. Поэтому там сумма набегает достаточно большая. Ну а с недоинвестированием в Украину со стороны западных инвесторов это вообще очень большая нагрузка на бюджет, на баланс бюджета. О возможном сокращении бюджета из-за задержки транша сегодня заговорили в Минфине. Глава ведомства Александр Данилюк допускает перераспределение бюджетных денег, если сотрудничество с МВФ будет приостановлено. И не исключает непопулярные решения, какие конкретно министр не уточнил. На это заявление уже отреагировали оппозиционеры. Они требуют от власти отказаться от урезания бюджета. В заявлении оппозиционного блока говорится, пересмотр сметы это дальнейшее снижение и без того низких социальных стандартов. И поводом для этого никак не может быть отсутствие транша МВФ. В партии напоминают, что еще в январе предлагали свой вариант бюджета, в котором страна вполне могла обойтись без кредита. А поскольку денег от фонда Украина так и не получила, в оппозиционном блоке настаивают, что нужно отменить повышение коммунальных тарифов и налогов, чего требовал собственно фонд. Пока в Минфине в целях экономии хотят перекроить бюджет, в Украинерго не скупятся. Уже скоро в Черновцах появится рекордно дорогой трансформатор. Сколько стоит это оборудование и почему покупкой заинтересовались детективы НАБУ? Подробнее наши корреспонденты. Купить новый трансформатор в Черновцах просят несколько лет. Оборудование подстанции не справляется с нагрузкой сети. Из-за этого зимой в области веерные отключения. Нужен электрорезерв. Навантажение споживачей увеличивается из года в год. И последним временем вильных потужностей почти не существует. С 2012 года, насколько мне известно, что автотрансформатор не был закуплен. Проводились торги, но закупка не случилась. И вот наконец просьбы энергетиков услышали. Трансформатор приобрели. Вот только говорить что-либо о новом оборудовании, как его закупали и кто, не хотят. Мы, люди, государственные организации, даем расписку про неоглашение службовой информации. За трансформатор заплатили 47 миллионов гривен. Торги проводила компания Укрэнерго. Вот только установить его никак не могут. Оказывается, нужен подрядчик. Стали искать, кто займется этими работами. И опять провели торги. Выиграла некая фирма Сичэнерго, зарегистрированная на панамский офшор. За свои услуги просит вдвое дороже стоимости оборудования. 82 миллиона гривен. В Укрэнерго объясняют, подрядчик предоставил самые выгодные условия. Это другой контрагент. То есть один участник поставляет нам трансформатор, другой контрагент выполняет монтажные работы. В антикоррупционной комиссии подозревают, на тендере кто-то неплохо подзаработал. Сумма, видимо, смущает только общественников. Говорят, коррупционные схемы как работали, так и работают. И откаты всегда были не меньше 50%. Заинтересуются ли этим делом правоохранители? Вопрос. Во всяком случае, пока никаких производств не заведено. Даниил Снисор, Ольга Паломарюк и Григо. Подробности телеканал Интер Черновцы. Вопрос вызывает и финансирование так называемого проекта «Стена». Для строительства этого сооружения между Украиной и Россией, как подсчитал нардеп Антон Герасенко, нужно еще 4 миллиарда гривен. Оборонительный вал вчера проинспектировали народные депутаты. Воздвигнуть его планировали за 4 года, но за половину этого срока оборудовали лишь небольшую часть границы. По различным данным, от 200 до 400 километров. А всего их более 2000. Ранее ГПУ начала расследование хищений во время строительства этого объекта. Речь идет почти о 2 миллионах гривен. И вот сегодня депутаты сообщили, что на стену потрачено лишь 10% необходимой суммы и нужны деньги. А вот эксперты не могут понять, куда же делись уже выделенные средства. Смета, которая нужна для того, чтобы минимально обустроить нашу границу, более 4 миллиардов. Сегодня было выделено 400 миллионов. Они все полностью были использованы. Однако полной суммы средств для того, чтобы полностью границу обустроить, нет. На 4 миллиарда оценил весь проект. Весь проект, включая и Крым, и Херсон, и Приднестровье, и Белоруссию, и все. На данный момент непонятно, куда делись от 600 миллионов до несколько миллиардов гривен. Все делается в ручном порядке. И, соответственно, все эти средства используются тоже в ручном порядке, то есть нецелевым образом. За своими деньгами пришли сегодня к зданию фонда гарантирования вкладов более 100 вкладчиков банка «Михайловский». Они снова перекрыли улицу сечевых стрельцов возле этого учреждения. Уже третий месяц люди требуют вернуть им деньги. Многие клиенты лопнувшего банка утверждают, что не нашли свои фамилии в реестре выплат и обвиняют фонд в махинации. По словам пикетчиков, акция эта бессрочная. Если деньги не вернут, они обещают начать голодовку. А сегодня решили ночевать у здания фонда. Человек 10, я думаю, 12 будет на ночевке у фонда. Нет доступа к нашим деньгам на текущих счетах. Мы не можем оплатить ЖКХ. Реально должны считать последние копейки, чтобы что-то себе купить. Фонд гарантирования вкладов. Намагается нам пояснить, и это их позиция, что коштей наших там нет. Наши кости вкрадене были особами, которым належал Банк Михайловский. Обыски в отделениях Укргаздобычи. Деятельность этого предприятия проверяет Генеральная прокуратура. Что ищут и в чем обвиняют газовиков, узнаем от Галины Якушко. Львовский филиал частного акционерного общества Укргаздобычи. С самого утра здесь обыски. С ордером прибыли несколько столичных прокуроров ГПУ. То есть, приходило, что в ней рубили? Что, никто на яхту шума не был? Все, тихоньку, как пришли, так пришли. Я пришел на 9-й день, мне сказали просто, что КАИ проверка, ты по всему? На предприятии рассказывают, обыскивали кабинеты директора, юриста и бухгалтера, с вещем правоохранители не объяснили. У нас были проведены Генеральная прокуратура, следственные действия. Никаких документов в филии не выложено, и никаких претензий к филии никаких нет. Обыски были не только во Львовском, но и в других региональных филиалах Укргаздобычи. Сотрудников этого предприятия, рассказал генпрокурор Юрий Луценко, подозревают в отмывании денег в 2012-2015 годах, а еще в подделке документов. Никаких других подробностей генпрокурор не раскрыл. Чтобы не навредить следствию в Укргаздобычи, комментариев сегодня не давали. На странице предприятия в Фейсбуке лишь одно сообщение. В нем менеджеры приносят извинения партнерам за временные задержки в оформлении договоров. Мол, сейчас финансисты и юристы Укргаздобычи заняты тем, что активно помогают следователям. Галина Якушко, Елена Митясова, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер-Львов. И еще одна новость от Юрия Луценко. Генпрокуратура вручила 18 высокопоставленным российским чиновникам уведомления о подозрении. В частности, главе Минобороны РФ Сергею Шойгу и советнику Путина Сергею Глазьеву. Их подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины. Уведомления, по словам Луценко, доставили курьерской службой в Кремль. Сейчас, говорит глава ГПУ, прокуроры готовят ходатайство в суд о задержании и избрании злоумышленникам меры пресечения. Процедура притягивания до ответственности имеет два варианта. Або добровольная явка подозреваемых на территорию Украины для дачи показов, або их заочное засуджение. И тот вариант мы рассматриваем как имоверный для притягивания до ответственности людей, которые развязали гибридную войну, что переросла в полноценную оккупацию части Украины. Обмен пленными в формате «всех на всех» может состояться уже в ближайшее время. Об этом заявил советник главы СБУ Юрий Тандит. По его словам, переговорщикам в Минске удалось уточнить количество украинских военных, находящихся в плену у боевиков, и получить соответствующие списки. По последним данным, 42 заложника удерживают боевики ДНР. Еще трое в плену у террористов ЛНР. При этом реальное количество пленных может быть больше, подчеркнул Юрий Тандит. Нам есть что сказать. Мы, единственное, никогда не анонсируем освобождение заложников. Важно очень то, что произошло 3 августа в Минске. Мы договорились, мы подтвердили, что мы готовы к освобождению всех на всех. И мы готовимся. Боевики обстреляли Зайцево и Майорск. Это пригороды Горловки. Использовали крупнокалиберные минометы и артиллерию. Большинство вражеских снарядов попали в дома мирных жителей. Все подробности расскажет Вениамин Трубачев. Вражеские снаряды сюда прилетают каждую ночь. Обычно боевики открывают огонь из стрелкового оружия. Затем в ход идет артиллерия. Вечер начинается в 7 часов. И плюс-минус. И до темна. Постоянно идет стрелка. Дня у нас. РПГ, СПГ. Пулеметы простреливают полностью. В улице верхняя сюда залетают. Даже днем ходить по улицам Зайцево опасно. Многие дороги и улицы простреливаются наемниками. Здесь живут мирные люди. Но это боевиков не останавливает. Плюют просто, уничтожают жилые дома вместе со всем живым. Без всякого разбора. Дом за домом. Видите, планомера ничего не остается. Что это за снаряд? Ну, как минимум 152 миллиметра. Здесь уже нет ни одного целого дома. Разрушены стены, крыши, выбиты окна. Повсюду разбросаны смертоносные осколки. Это последствия очередного обстрела. Все в воронках. На этом месте был жилой дом. После прямого попадания остались одни руины. Когда прилетел вражеский снаряд, Вера Григорьевна была дома. Говорит, чудом уцелела. Обстрел боевиков длился несколько часов. Мы с сестрой жили вот рядом. Была надежда, если попадет в один дом, останется художник. Второй. Нет, попала и в один, и во второй. Сколько они положили сюда? Это жилые дома. У них совесть есть в этих ДНРовцах? Совесть есть или нет? Соседям снаряды боевиков тоже разбили дом. Люди ночуют в подвалах. Так безопаснее. Огород вместо урожая усеян хвостовиками от вражеских мин и ручных противотанковых гранатометов. Что это? РПГ? Не знаю, что оно такое. Уже разбираетесь, РПГ, да. Разбираетесь? Конечно, разбираешься. И восьмидесятки, и сто пятьдесят вторые, всякие. Все разбираемся. Вот смотрите, какие трубы побитые. Все, вот яблоня какая. Все побиты стволы. Защищают от боевиков Зайцева бойцы 43-го батальона из Днепра. Сегодня они отмечают вторую годовщину создания подразделения. Все это время бойцы воюют на самых горячих участках фронта. У нас подразделения, все бойцы четко понимают свою задачу. Действуют слаженно по команде. Никто лишний раз не стрельнет. Это большое значение имеет для вооруженных сил. Это, скажем так, там, где раньше рота справлялась, не организованная. Сейчас справляется взвод. Прямо на передовой бойцам вручают медали и ордена. Правда, праздновать некогда. После награждения все снова отправляются на боевые позиции. Вениамин Трубачев, Владлен Ноль и Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интер Донецкой области. Украине нужна поддержка с поставками оружия. Донести это до западных партнеров призвал президент Петр Порошенко украинскую диаспору во время встречи в Киеве. И настав час активнейше впливать на громадскую думку на Заходе. Так само просил бы пояснивать, чему Украине потребна поддержка с поставками оружия. Причем потребна еще вчера, потому что завтра будет уже поздно. Все глобальное Украинство мало докластили усилия для защиты прав украинцев в России. Там украинские граждане и украинские громадские организации перебывают под значимым тиском с боку силовых структур. И сегодня же президент в честь 25-летия независимости Украины наградил выдающихся украинцев. Среди них военные, педагоги, медики, артисты, представители самых различных профессий из всех регионов. Награду получила и бывший министр финансов Наталья Ереська. Уже в ближайшее время Украина подаст иск в Международный трибунал ООН по морскому праву против России. Причина – нарушение Москвы соответствующей конвенции ООН. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Пимкин, открывая 12-е совещание дипломатов. Кроме этого, на очереди еще два иска в Международные суды. В ближайшие недели мы перейдемо до того, чтобы в рамках арбитража после соответствующих консультаций мы довели, что Россия порушила все обязанности в рамках конвенции с обороном финансирования терроризма. Мы обовязково доведем, что то, что происходит сегодня на территории темчасового оккупованного Крыма – это реальная расовая дискриминация. Говорил Климкин и о евроатлантической интеграции. За четыре года правительство планирует перевести оборонные секторы страны на стандарты НАТО. Что же касается безвизов режима с ЕС, то главный дипломат надеется, что Украина получит его уже в ближайшие месяцы. А в самом Евросоюзе перезапуск. Три европейских тяжеловеса решают судьбу объединения на неформальной встрече. Канцлер Германии, президент Франции и премьер-министр Италии вырабатывают общую стратегию после Брекзита. Решение британцев покинуть ЕС стало серьезной встряской для Европы. Как собирается удержать блок, расскажет наш Сапко-спецкор Светлана Чернецкая. Встреча европейских лидеров неформальная. Официальных решений не предусматривает. Но это совершенно не значит, что решений не будет. Просто нам о них не расскажут. Разговор Меркель, Оланда и Ренци происходит накануне саммита Евросоюза. Встреча состоится 16 сентября в Словакии. И в ходе переговоров тройка должна выработать общую политическую линию. Конечно же, говорить будут о терроризме, мигрантах и экономике. Но главный вопрос, как сохранить союз после удара, нанесенного Великобританией. И остановить цепную реакцию, вызванную Брекзитом. Следующий референдум по выходу из ЕС, скорее всего, состоится в Нидерландах. О разрыве с Европой все громче говорят праворадикалы Польши и Франции. Что касается виновницы европейского кризиса, то уже второй раз после референдума представитель Великобритании за столом переговоров отсутствует. Хотя формально страна все еще является членом ЕС. Вот только проголосовав, лишила себя права участвовать в принятии серьезных решений. Два месяца спустя, после референдума, Лондон не спешит запускать процесс развода. Здесь нет специалистов, которые могли бы организовать безболезненный выход из ЕС. В то же время Европа нервничает. Мол, промедление только тормозит развитие Евросоюза. Многие говорили, что после Брекзита Европе придет конец. Это неправда. Европа после Брекзита сможет переосмыслить и реализовать идеи единства и мира, свободы и мечты. Лидеров Германии и Франции принимает премьер Италии на живописном острове Вентатене. Именно здесь в 41-м году провозгласили манифест европейского федерализма. Таким образом был создан Евросоюз. По прибытию лидеры возложили венки на могилу Альтьера Спинелли, одного из авторов этого документа. Его считают одним из основателей ЕС. И в этом журналисты усмотрели символический жест перезагрузки Евросоюза. Дальше Меркель, Алан Теренци переместились на авианосец Джузеппе Гарибальди. И это не случайный выбор. Гарибальди флагман европейской миссии в Средиземном море вместе с кораблями других стран. Выслеживает контрабандистов, переправляющих нелегальных мигрантов. Выбор именно этого судна в качестве места переговоров подчеркивает внимание ЕС к проблеме миграции. Светлана Чернецкая, Иван Ермаков. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. И пока немецкий канцлер пытается удержать ЕС, в самой Германии власти рекомендуют гражданам запасаться на черный день. Чем объясняют и чего боятся, расскажет Татьяна Лагунова. Каждый немец должен иметь запас продуктов и питьевой воды из расчета на 10 дней. На случай, если в стране произойдет масштабная техногенная катастрофа или начнется война. Такое тревожное предписание гражданам подготовило правительство впервые со времен окончания холодной войны. Официально политики пока не призывали немцев бежать в магазины затариваться. Такая рекомендация пункт новой концепции гражданской обороны, которую правительство планирует утвердить в среду. Политиков опередили журналисты, которые где-то раздобыли документы и опубликовали некоторые положения. И нужно сказать, немного напугали немцев. Делать запасы на черный день правительство не призывало уже более 25 лет. А тут просят быть готовыми и обеспечить себя самым необходимым на случай ЧП. Многие сразу предположили, власти что-то знают и не говорят, чтобы не сеять панику. Самые терпеливые дочитали документ до конца и немного успокоились. В нем говорится, нападение на территорию Германии маловероятно. Но исключать его полностью нельзя. А значит лучше подготовиться. Новую концепцию гражданской обороны правительство одобрит в среду. Крупные торговые сети уже потирают руки. Учитывая сознательность немцев, можно предположить, рекомендацию властей они выполнят. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. В Украину едет новый посол США и Мария Иванович уже представилась украинцам пока только в видеообращении. Ролик опубликовали на странице посольства в Твиттере. Она рассказала, что переезжает в Киев со своей 88-летней мамой и любимой собакой. С нетерпением ждет возможности увидеться со старыми друзьями и отведать украинских вареников. Новый посол также выразил надежду, что будет полезно Украине. Мы сдалеку спосрехали за великими достижениями Украины протягом остальных двух лет. Але зробите тебе ще багато. И я сподеваюся працювати разум с вами, щоб підтримувати суверенную, территориально ценностью, демократичную и заможню Украину. Слава Украине! А на родине, Иванович, разгар президентской кампании, от которой все уже порядком подустали. Каждый третий американец не хочет ни Трампа, ни Клинтон в качестве президента страны. Чем именно так насолили избирателям и демократы, и республиканцы? Об этом мой коллега Дмитрий Анопченко. Он в Вашингтоне. Свежие опросы общественного мнения, как холодный душ для кандидатов. По данным ABC, почти 60% американцев не хотят выбирать между Клинтон и Трампом. И 35% опрошенных были бы рады, если бы ни одно и ни другого не было в бюллетенях для голосования. Эти цифры социологов должны и демократам, и республиканцам сказать, с Вашей компанией что-то не так. Вот только скажут ли? Дональд Трамп уже просто не может не эпатировать, не делать громких заявлений, которые в тот же миг вся Америка начинает обсуждать. С каждым новым витком компании он теперь просто вынужден разоблачать все громче и обвинять все активнее. Именно этого и жаждет аудитория. И остановись он, просто растеряет голоса. А миссис Клинтон, может, и хотела бы показать характер. Резко ответит Трампу, выглядеть жестче. Но штаб с самого начала гонки решил, раз Трамп громогласен, Хиллари должна быть позитивной. И сделал своего кандидата заложником этого позитива. Когда сопернику даже нельзя равноценно ответить. И от одного и от другого образа люди просто устали. Как устают от мыльных опер, от телесериалов с предсказуемым сюжетом. Давно не было такой кампании, чтобы избиратели все больше жалели. Мол, почему в бюллетенях не будет пункта против всех. Либо жалели о том, что выбыли другие претенденты. Тот же Берни Сандерс. Ну а те, кто прошли в финал, сейчас дают все больше поводов для критики. Дональд Трамп за всю жизнь четыре раза уже объявлял о банкротстве своих компаний. Теперь вся страна обсуждает, мол, неужели снова? Ожидается, что республиканец сегодня прокомментирует статью New York Times о том, что его долги достигли 650 миллионов долларов. А пока Трамп молчит, дает повод для разговоров. Как он финансами страны управлять будет, если свои в очередной раз чуть не растерял? Вокруг кандидата от демократов другой скандал пресса выведала. Благотворительный фонд Клинтона получал миллионы долларов пожертвований. В том числе сомнительного происхождения, что дало повод обвинить теперь уже Хиллари. А президент Клинтон как будет возглавлять страну, когда супруг зависит от миллионных вливаний спонсоров? В итоге оба кандидата теряют популярность, и это делает компанию еще более непредсказуемой. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Вы смотрите подробности, и вот что у нас во второй части. Уголовный батальон. Журналисты выясняли подробности ограбления, в котором подозревают двоих бывших торнадовцев. Звездный маневр. Леонардо Ди Каприо попал в автокатастрофу. Подробности происшествия. Суд разрешил прокуратуре заочное расследование дела экс-министра обороны Михаила Ежеля. Как сообщают в ГПУ, Ежеля подозревают в злоупотреблении властью нанесение государству материального ущерба на сумму около 43 миллионов гривен. Подозреваемый объявлен в розыск. Также получено разрешение на задержание и доставку Ежеля в суд. Батальон «Торнадо» снова в центре скандала. Пока в Киеве рассматривают дело бойцов, расформированного подразделения в Днепре задержали двоих торнадовцев за попытку ограбления. Я напомню, командира этого батальона Руслана Онищенко и еще 11 его подчиненных обвиняют в тяжких преступлениях, среди которых похищение людей, пытки, изнасилования, разбой и грабежи. Суды длятся уже почти год. Соседания постоянно переносятся. То одному из подсудимых становится плохо, то другие отказываются ехать в суд, то во время слушаний устраивают скандалы. Теперь торнадовцы, похоже, отличились и в Днепре. Все подробности этой истории собирала Наталья Грищенко. Спальный район Днепра. Обычная десятиэтажка. Вчера под утро возле подъезда двое мужчин напали на местного жителя. Работали профессионально. Никто из соседей не слышал ни криков о помощи, ни драки. Ничего не слышал. Нападавшие избили мужчину. Украли барсетку с документами, бумажником и мобильным телефоном. Практически сразу подозреваемых задержали патрульные. Буквально в паре километров от места происшествия. На скамейке сидели полиция. Мужчина перевязан. Открыто уголовное производство. По статье «Грабеж» сейчас задержанным избирают меру пресечения. Оказалось, оба жители Днепра, оба ранее судимы за кражи. Затримано двое непрацующих местных жителей. Один 1982 года народжения, другой 1987 года народжения. Обычная кража быстро переросла в резонансное дело после того, как в интернете появилась информация, что нападавшие бывшие бойцы батальона спецназначения «Торнадо». Сам пострадавший что-либо комментировать наотрез отказался. В прокуратуре говорят, один из задержанных сразу признался, что он бывший «Торнадовец». Сейчас правоохранители проверяют биографию обоих задержанных. Выясняют также их причастность к другим кражам, совершенным в Днепре. За вчерашние нападения им уже грозит по шесть лет лишения свободы. Наталья Грищенко, Евгений Коденцов. Подробности, телеканал «Интерднепр». Махинации на аукционах. Более 70 миллионов гривен в течение этого года недополучила компания «Окрнафта» при продаже сжиженного газа. На чем основаны подсчеты экспертов рынка и кто сэкономил на покупке ресурсов. Разбирались наши корреспонденты. Сжиженный газ в последнее время в дефиците и борьба за ресурс на аукционах нешуточная. Из-за повышенного спроса цена растет. Но на очередном аукционе 18 августа более 60% топлива ушли без борьбы. Поднимала фишку одна всего лишь компания. По нашим данным это нефтехимик Прикарпатия, а одна из компаний, входящая в структуру «Приват». Если бы кто-то поднял фишку, цена бы выросла. Но не поднимают таблички. По какой причине? Значит рынок это устраивает. За остальной ресурс боролись порядка 10 фирм. В консалтинговой компании А95 говорят, подобная ситуация на аукционах повторяется из года в год. Мол, существует негласная договоренность между группой «Приват» и остальными участниками рынка. Они сразу обозначают в начале аукциона, сколько они забирают, какого газа и почем. Остальное отдают порядка 25% от выставляемых объемов. Они отдают в рынок, который сразу же за счет большей конкуренции, сразу же дает объективную рыночную цену. По данным эксперта, почти за год с момента назначения главой правления «Укрнапты» Марка Ролинза, из-за договорного характера торгов, компания на газовых аукционах недополучила 73 миллиона гривен. При этом, по данным фискальной службы, налоговый долг государственной «Укрнапты» уже превысил 15 миллиардов гривен. НАП-совет компании ранее признал наличие признаков неплатежеспособности. Вероятно, уже в сентябре будет рассмотрен вопрос санации компании. По сути, государство лишается права требования налогов и задолженности налоговой от компании. Тогда, как мы уже говорили, весь менеджмент и влияние частных акционеров на компанию остается. Одновременно с этим акционер и НАП-совет компании недавно отказался проводить расследование обстоятельств того, как эти средства, как этот долг был сформирован и куда ушли эти деньги. Напомню, более 40% акций «Укрнапты» и крупнейшей государственной нефтедобывающей компании принадлежит группе «Приват». Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности. Телеканал «Интер». Билетов нет, а не у «Приватбанка». На это обратили внимание украинцы, которые часто пользуются услугами «Укрзалезницы». Купить билеты в ЖД-кассах или через официальный интернет-сайт невозможно. И такая ситуация, к примеру, на направлении Ивано-Франковск-Киев уже несколько месяцев подряд. А вот на сайте «Приватбанка» билеты всегда есть. Возмущенные пассажиры говорят, что банк, возможно, просто скупил их и продает по завышенным ценам. Навар от 50 гривен на каждом билете. В пресс-службе «Приватбанка» все опровергают. Получить комментарий «Укрзалезницы» по этому поводу нам сегодня не удалось. В пресс-службе на звонки не отвечали, действительно ли «Приватбанк» занимается скупкой и перепродажей ЖД-билетов. Об этом завтра в нашем выпуске. Игоря Коломойского хотят видеть следователи. Не исключено, что его вызовут на допрос. Об этом заявил глава специализированной антикоррупционной прокуратуры в интервью одному из изданий. По словам Холодницкого, допрос касается дела 2003-2004 годов, которые потребовали в Генеральной прокуратуре. Сейчас идет следствие. Детали не разглашаются. Незаконно рубят лес уже не только в Карпатах. Добрались и до Днепропетровской области. Там задержали лесорубов, которые подозревают в уничтожении ценных пород деревьев. По данным СБУ, в группе было около 10 человек, среди которых местные жители и руководство Лиховского лесничества, на территории которого и промышляли браконьеры. Комментировать что-либо на камеру в областной СБУ отказались, а вот в управлении лесного хозяйства области заявили, что ни о каких нарушениях не знают. Все вырубки проводились как плановые. На Мариупольском направлении не утихают вражеские обстрелы. Боевики активно используют тяжелые минометы и артиллерию. На некоторых участках бои идут даже днем, а с наступлением сумерек интенсивность боевых действий нарастает. Как прошла минувшая ночь на линии фронта под Мариуполем, расскажет Станислав Кухарчук. Уже вторые сутки пылает Приазовская степь. Всему виною интенсивные артиллерийские обстрелы боевиков. Они бьют как из минометов, так и из ствольной артиллерии. Эту груду осколков наши бойцы собрали только за вчерашний день. Несмотря на интенсивный вражеский огонь, на позиции все ребята в строю. И даже чувство юмора не теряют. Саварич, я грибный хит. Живем в лесу, собираем грибочки. Но ближе к вечеру украинским солдатам совсем не до смеха. За последние несколько недель наемники на этом направлении активно применяют ствольную артиллерию. Командир уверен, сегодняшняя ночь тоже не будет исключением. По настроению все парили, походу были. А это и местности. То вроде боевые. Неса заразбухая, да? По времени ночи, вчера, с ней ночью, похоже, что хочет повоевать чуть-чуть. И едва садится солнце, наемники словно просыпаются. Обстрел начинается на трех позициях одновременно. Сначала в ход идет исключительно стрелковое оружие. Чтобы немного остудить пыл врага, наши открывают ответный огонь. Стрелковый бой продолжается почти час. После полуночи с позиции боевиков поднимается светительная ракета. И моментально наш соседний фланг вспыхивает от разрывов вражеских снарядов и мин. На этот раз открывать огонь наши не решаются. Есть угроза задеть мирных жителей. Боевики стреляют из оккупированного Коминтерного. Стрельба стихает лишь на рассвете. На наших позициях, к счастью, обошлось без погибших и раненых. Утром на пару часов ребятам можно немного расслабиться. Боевики отдыхают. Но это затишье явно ненадолго. Игорь Логинов, Станислав Кухарчук, Владимир Дедов, Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер. Как идет восстановление инфраструктуры Луганской области. Сегодня нардепы оппозиционного блока побывали в регионе. В рубежном народные избранники проверили, как ремонтируют крыши в многоквартирных домах. На эти цели рубежанским горсоветам было выделено около 300 тысяч гривен. В планах местной власти продолжить обновление кровли по всему городу. Также ведется ремонт системы водоотвода в одной из школ города. В рубежном лидер фракции оппозиционный блок Юрий Бойко говорил не только о развитии региона, но и о том, какими он видит приоритеты власти и оппозиции. Вся эта словесная шелуха, которую в последнее время мы часто слышим с телевизоров, со стороны правителей, политиков правящего толка, она не имеет ничего общего с тем, что реально нужно людям. Поэтому наша задача помочь конкретному человеку, простому жителю Украины, гражданину, для того, чтобы он себя чувствовал комфортно. Здесь мы это делаем. И так должно быть везде, по всей стране. Это задача правительства, задача государства тоже. Мы не можем, оппозиция, закрывать все. Мы выделили для себя три приоритета. Мы будем требовать восстановления мира в стране. Это главное, что хотят люди. Мы будем требовать рабочих мест, поддержки реального сектора производства. И мы будем требовать снижения тарифов, поскольку вся страна уже встала на дыбы из-за этих тарифов. Нардепы также посетили Лисичанский стеклозавод «Пролетарий». В частности, его вторую площадку, где планируется открытие нового цеха по производству стекла. Цех уникален тем, что дает возможность выпускать собственное стекло, которого нет в Украине. Серье для производства закупается за рубежом. Резкое обострение на юге Израиля. Палестинские террористы обстреляли ракетами город Сдерот. В ответ израильская армия нанесла серию мощных ударов по их позициям. Все подробности расскажет Сергей Ауслендер. Одна из ракет, выпущенных террористами, упала на территории сектора газа. Другая разорвалась в городе Сдероте. Он ближе всего к Анклаву и чаще всего подвергается обстрелам. Сразу после этого прозвучал сигнал воздушной тревоги. Никто не пострадал. Когда прозвучал сигнал тревоги, мы удивились. Давно его не слышали. Все укрылись в убежищах. Потом мы услышали сильный взрыв. Поняли, что это была ракета. Когда мы выбрались, увидели дым, который поднимается из нашего района. Ситуация, в принципе, стандартная. Но вот нестандартная оказалась реакция Израиля. Ее уже назвали неожиданно жесткой. Сразу после обстрела танки, расположенные вдоль границы с газой, открыли огонь прямой наводкой по целям на территории Анклава. Чуть позже в воздух поднялись боевые самолеты. Они разбомбили несколько объектов Хамас. Бомбардировка продолжалась всю ночь. Жители окрестных населенных пунктов слышали сильные взрывы. В Министерстве обороны Израиля уже заявили, что больше не намерены мириться с обстрелами мирных населенных пунктов. Все эти обмены в кавычках любезности в конечном результате приводят к вооруженному конфликту. И мы хотим это избежать. Поэтому мы в этот раз показали, что в следующий раз будет еще более жесткая реакция. Мы не хотим новый виток эскалации конфликта с сектором газа. Но мы больше не готовы смириться с вот этими вот ракетами. Два года на границе с газой царило относительное спокойствие. По всей видимости, действовал сдерживающий потенциал операции несокрушимая скала. Но, похоже, тихие времена заканчиваются. Ответственность за обстрел взяла на себя малоизвестная салафитская группировка, которая действует от имени исламского государства. Израиль в то же время предупредил Хамас. Неважно, кто произвел этот обстрел, но ответственность за все происходящее в секторе несет именно это движение. Исламисты, в свою очередь, обвинили Израиль в непропорциональном применении силы, но в то же время пообещали, что найдут виновных в обстреле. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. В Бельгии хотят упростить процедуру экстрадиции, поскольку оказалось, что выслать непрошенных гостей порой слишком сложно. Отдел по борьбе с терроризмом задержал радикального имама и его сына, от которых страна пытается избавиться уже больше года. Все подробности расскажет София Гордиенко. Марокканец по происхождению, голландец по паспорту, шейх Аламис, импровизированной кафедрой Минбара в пригороде Брюсселя, умудрялся годами проповедовать в совсем непривычном для западной аудитории ключе. И не спастись от греха атеистам, да отрежет Всевышний им язык и ноги. И тем не менее, речи нашли благодарных слушателей, и в различное время строить мир шариата в Сирию отправились около десятка прихожан. Шейха Аламис пытались выслать из страны. Его дом брали штурмом журналисты. Общался с ними тогда младший сын проповедника. Мы не получили никаких уведомлений, пока и не знали, что нас выдворяют. И даже если выдворяют, то у него есть нидерландский паспорт. Целый год имам уклонялся от экстрадиции, а за это время тот самый сын постригся, отпустил бороду и тоже ударился в проповедничество. Общество возмутилось. Бельгийские спецслужбы дождались, пока оба нарушителя спокойствия вернутся из отпуска в Брюссель. Вчера в пять часов вечера задержали всю семью. И мама, жену и сына допрашивали долго, но среди ночи подростка отпустили. Как прознали журналисты, прокурор не мог получить ордер на арест, так как побоялся разбудить судью. У парня только конфисковали смартфон для изучения контактов с джихадистами. Сегодня отпустили домой и родителей. Оказалось, выслать семейство из страны практически невозможно. Имам еще год назад подал жалобу в службу миграции, в которой выразил несогласие со своей экстрадицией. И пока ее рассматривают. А бельгийские бюрократы в этом плане люди неторопливые. Семья может не спешить паковать чемоданы. София Гордиенко, подробности, телеканал Интер, Брюссель. Трое человек ранены на автобусной остановке в пригороде Брюсселя. На них набросилась женщина с мачете. Люди как раз выходили из автобуса. Двое человек получили серьезные травмы. Их госпитализировали. Еще одного легкие повреждения. Полиции пришлось стрелять в нападавшую. Женщину ранили, но жизни ее сейчас ничего не угрожает. Скандальное решение мигрантского кризиса в Европе от венгерского евродепутата. И о том, как ученик отсудил своей школы 6 миллионов долларов. Об этом и не только в нашем обзоре. Развешивать на границе Евросоюза свиные головы предложил соратник венгерского премьера Виктора Орбана, евродепутат Дьордж Шофлин. Политик убежден, головы хряков будут отпугивать беженцев-мусульман лучше, нежели любые другие ограничения. Своими идеями Шофлин поделился в официальном микроблоге на сайте Европарламента. Это вызвало шквал критики со стороны других депутатов ЕС. Заявления Шофлина назвали неонацистскими. Оскароносный Леонардо Ди Каприо попал в автокатастрофу вместе со своей подругой, датской моделью Ниной Агдау. В штате Нью-Йорк в рейндж-ровер актера врезался мини-купер. Сразу после столкновения Ди Каприо убедился, что его спутница Агдау не пострадала. Выбрался из машины сам и помог выйти из мини-купера женщине-водителю. Сам вызвал скорую. Кто виновник ДТП, сейчас разбирается полиция. Все свидетели подтвердили, Лео был очень любезен на месте происшествия. Актер Иэн Маккеллен отказался провести свадебную церемонию, несмотря на гонорар в полтора миллиона долларов. Британцу, известному по роли волшебника Гэндальфа из киносаги «Властелин колец», предложили надеть костюм из фильма и стать ведущим на торжестве. В итоге Маккеллен сказал, надевает костюм персонажей только для кино и театра. Предложение побыть томодой артисту сделал первый президент Фейсбука Шон Паркер. Он по версии Форбс входит в список самых богатых людей планеты. Британский принц Гарри все не унимается. Он вновь вызвал на беговую дуэль уже девятикратного олимпийского чемпиона Усейна Болта, которому вчера исполнилось 30 лет. В твиттере Кенсингтонского дворца принц Гарри написал ямайскому спринтеру. Когда ты официально стал величайшим, то возможно готов к повторному забегу со мной. Поздравляю с 30-летием. В последний раз Болт и Гарри соревновались 4 года назад. Тогда самый быстрый человек планеты позволил победить принцу Уэльскому. 6 миллионов долларов отсудил американский школьник у своей альма-матер. Это компенсация за моральный ущерб. Ученик завел роман с 29-летней учительницей английского Лаурой Уайтхерст. Она забеременела и родила ребенка. Потом отсидела год в тюрьме за совращение несовершеннолетнего. Теперь школа выплатит 6 миллионов зеленых своему ученику. Ведь педагоги знали, что происходит, но не предотвратили роман. 17-летняя учительница. Работа принесли гимнаст Олег Верняев и иконаист Юрий Чебан. Серебряных медалей на этот раз 5. Их завоевали Сергей Кулеш в стрельбе из пневматической винтовки. Олег Верняев, опять же, в мужском абсолютном первенстве в спортивной гимнастике. Женская команда по фехтованию. Жан Белинюк, греко-римская борьба. Павел Тимощенко, современное пятиборье. Бронзовых наград у нас 4. Их получили Ольга Харлан в фехтовании. Богдан Бондаренко в прыжках в высоту. Дмитрий Янчук и Тарас Мещук. Это парная каноэ. И Анна Резадинова в индивидуальном многоборье в художественной гимнастике. Церемония закрытия Олимпиады в Рио прошла на стадионе Маракана. А проливной дождь не помешал ни шоу-фейерверков, ни карнавалу. В мире уже начали поздравлять Украину с Днем Независимости. Едва ли не первая это сделала президент Литвы. Видео с обращением Дали Грибаускайте на украинском языке опубликовало посольство Литвы на странице в фейсбуке. Она пожелала украинцам следовать выбранному пути. Оригинально поздравили нашу страну и британцы. Сотрудники Дипмиссии зачитали отрывок из Маруси Чурайлины Костенко. Дорогие украинские народы! Щиро витаю вас с Днем Независимости. Бережать единство на складном шляху реформ. Творить свою краину самим и своим прикладом надевайте інших. Усе як є, дороги, я вори. Усе моє, все свецьям Україна. Така краса, висока і не длина, що хоч пініць і з Богом хвори. Наш сайт подробностей ЮАИ, информация на нём обновляется. Постоянно хороших вам новостей. До встречи завтра. Субтитры создавал DimaTorzok